Тайна перевала Дятлова студентов все же уничтожила ракета с ядерной боеголовкой. История, чрезвычайные ситуации 11 октября 13.32 Тайна перевала Дятлова студентов все же уничтожила ракета с ядерной боеголовкой На печально известном перевале обнаружили кратер от атомного взрыва, но это, похоже, никого не интересует. Виталий Корюков. Комментарии в просмотров 4438. На фото, палатка группы Дятлова. Частично раскопанная от снега, фото, wikipedia.org На днях стало известно о том, что для выяснения всей правды о гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова на эксгумацию его тело готово дать согласие, если это потребуется, его родная сестра Татьяна Перминова. Ведь родственники погибших, по ее словам, вот уже более полувека не готовы смириться с отсутствием какой-либо правдивой информации о произошедшем на перевале и даже 60 лет спустя не верят в официальную версию расследования. Поэтому, по ее мнению, необходимо во что бы то ни стало выяснить истину об этой трагедии. Неизвестность порождает массу нелепых, а порой и оскорбительных для нас версий, домыслов и слухов, считает Татьяна Перминова. В связи с этим она и готова дать согласие на эксгумацию брата. Она убеждена в том, что гибель группы произошла по вине военных, проводивших в те годы испытания нового секретного оружия, и на полигоне могла произойти нештатная ситуация. Как сообщалось ранее, такого же мнения придерживаются и эксперты, предлагавшие провести детальное исследование тел погибших на перевале. У нас нет уверенности, что данные экспертиз, проведенных в 1959 году, полны и абсолютно достоверны, уверен судмедэксперт Эдуард Труманов, который заявлял об этом еще весной текущего года. И если мы хотим провести полноценное расследование, мы должны изучить этот вопрос. Не исключено, что эксгумация может показать нам много чего удивительного. Читайте также. Американцы испугались самолета Путина Ту-214. Он в небе Америки Вашингтон разрушил ДРСМД, на очереди СВН-3, сейчас готов закрыть программу «Открытое небо». Как известно, многое в этой истории засекречено по той причине, что дятловцы могли быть связаны с Комитетом государственной безопасности, КГБ, СССР и выполнять особую миссию спецслужб. Как рассказал руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, в свое время военный корреспондент Луговцов, тоже пытавшийся долгое время докопаться до истины, очень часто встречался с ветеранами КГБ. А поскольку они были с ним в доверительных отношениях, то приватно сообщали ему некоторую информацию. Выяснилось, например, что группа Дятлова всегда считалась в КГБ. Группой сопровождения с нею обязательно в поход отправлялись сотрудники КГБ. Все это подтверждает связь с КГБ, они были не просто туристами, а их специально командировали на перевал, уверен Кунцевич. И в этот раз в группу входило два чекиста, и одним из них был Георгий Кривонищенко, которого пытали перед смертью. Оказывается, он работал на закрытом предприятии, на котором завелся диверсант, его никак не могли вычислить. И только в походе совершенно случайно выяснилось, кто он на самом деле. Но произошло это тогда, когда ситуация оказалась нештатной, с собой у туристов был тяжелый груз фотооборудования, что совершенно не свойственно походам в высшей категории. Скорее всего, туристы добрались до пункта назначения и дождались техногенного момента, который, видимо, и должны были заснять. Рецепт Кремля малому бизнесу – держите карманы шире, а поясы затянутыми зачем в России убивают предпринимательство. Почему кратером серьезно не заинтересовались следователи понятно, опытные специалисты досконально изучили эту версию и доподлинно подтвердили, что в тот день, когда предположительно погибли туристы, с полигона Капустин-Яр действительно запускали ракеты. Однако приводится многократно проверенный факт, даже если учесть, что один запуск и в самом деле мог быть неудачным и ракеты полетели не туда, все равно они имели дальность не более 2000 километров и просто не могли долететь до Полярного Урала. Тем более, что запущены они были не в ту сторону, а по направлению Коральскому морю. Но ведь о существовании Чистопского ракетного полигона известно всем в тех местах. Почему ракета не могла быть пущена оттуда? Местные жители утверждают, что неоднократно видели, как земля разверзается и на поверхность выходит ракета. Бывали случаи, когда люди, собиравшие ягоды или грибы, в страхе разбегались, увидев старт ракеты и побросов ведра и корзины. Но следователи все продолжают говорить о другом. Еще 2 февраля состоялась пресс-конференция, в которой в числе прочих участвовал начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области подполковник Андрей Курьяков. Оперируя профессиональными терминами, Андрей Валентинович, в частности, заявил, что уголовное дело было открыто не 6, а 26 февраля, дескать, это доказано. А насчет другой даты записки, которую написал прокурор Василий Темпалов еще 15 февраля, то он, по словам Курьякова, скорее всего просто ошибся. Обсуждают версию о том, что студентов затоптало стадо северных оленей, что их убили манси и так далее и тому подобное. Но чистой правды, похоже, ждать придется еще как минимум полвека. Новости России Кудрин призвал вкладывать бюджетные деньги в образование.